всех приветствую на канале эко червь меня зовут кирилл и видео о личном опыте о сравнении двух видов субстрата верховом и низином торфе но с верхового начнем что-то что он себя представляет это уже переработанный червьем субстрат чистый уже раскисленный на производстве не нами верховой сфагновый торф очень рыхлый крайне интересный субстрат в плане заливания то есть его залить достаточно тяжело многие говорят о том что он мало впитывает на самом деле влаги самом деле он впитывает ее просто долго но при этом удерживает очень хорошо так и то есть плюсы каковы на мой взгляд этого торфа он рыхлый с аэрацией проблем не будет крайне воздушный вот проникновение воздуха гораздо проще чем на низином торфе но при этом этот торф менее питательный то есть у него степень разложения порядка 20 процентов по сути дела червю тут питания никакого нет да то есть нельзя забывать о том что основное питание это все же базовый субстрат на котором содержится червь поэтому лично из моего опыта могу сказать что от верховой торф он мне лично не подошел то есть вот у меня два ящика одинаковых червь сидит на выгонку достаточно давно он уже сюда заселен но как бы ситуация так себе хотя кормится одинаково подкармливаются точнее одинаково количество червей одинаковые примерно штук по 350 по 400 плюс минус вот что касается низиного торфа то есть торф он менее конечно рыхлый вот то есть он более тяжелый при том когда его напитаешь водой вот но торф крайне питательный то есть у этого торфа степень разложения порядка 60 процентов то есть питание для червя здесь уже бубу больше присутствует и газа нежели чем на верховом ну и соответственно то есть количество коконов увеличивается сразу хоть этот ящик далеко не маточник сидит чисто на откорм так называемый ну этот коконов с ящика ну не менее чем тысячи пол тысяча полторы заняты за три недели есть особенности у него свои то есть этот торф не любит перевод переувлажнение вот он любит закисать несмотря на то что он хоть и раскисляется в данном случае доломитовой мукой ну вот можно увидеть крупная фракция уже мел наверное рисовать и можно но это в принципе ничего страшного кто-то пишет про очаги щелочности но честно говоря такого я не замечал то есть думаю и червяку если не походите не понравится в другое место перейдет и все вот поэтому лично мы используем вот именно низинный торф одной марки мы уже к ней привыкли менять в принципе не планируем и базовый субстрат у нас собственно на нем коконов полно ну и соответственно червяки естественно здесь уже покрупнее хоть они одинаково сидят эти экспериментальные скажем так ящики специально для видео сидят они примерно там недели по три и он здесь гораздо крупнее но не весь конечно но встречи встречается крупнее но более скажем так живой нежели чем на верховом но опять же скажу что это чисто мой опыт чисто моя практика потому что я знаю что многие мои партнеры вермира то есть держат на верховом и никаких проблем у них нету но у меня в регионе верхового торфа практически нет вот поэтому только и в основном низины поэтому я покупал это торф это марка сейчас я уже не помню как эта марка называется это вел торф по моему торф сам по себе хороший все люб никаких претензий к нему нет но просто для наших целей он не подходит но можно смешивать то есть можно добавлять я думаю процентов 20-30 к низиному для лучшей аэрации для лучшего дыхания субстрата принципе не должно повредить но и плюс конечно у верхового торфа вот много вот этих вот различного рода остатков от древесных древесных остатков вот мховых остатков много встречается вот такая такая волосня очень попадается низинного торфа такого нет ну низинного торфа бывает попадается крупная фракция которую часть просто не перерабатывает поэтому тоже есть свои нюансы вот собственно все сравнение будут вопросы пожелания или кто-то хочет поделить своим опытом всегда рады я всегда практически всегда в сети практически всегда доступен пишите звоните заказывайте коконы червя биогумус все что есть все реализуем всем счастливо